Привет ей, я уверен, что она меня смотрит, если ты смотришь мои сторис, то вот тебе все, что я сдержал и не сказал тебе по телефону. Я буду рассказывать о том, как я, с чем я сталкивался в своей жизни, вот, а вы будете это брать как вдохновение и делать по-другому. Ну в принципе вы можете позвонить нашим клиентам в очереди, если они откажутся и вам уступят, то в принципе проблем никаких не будет, но я такого не встречал ахахаха со смайликами. Если вы видите, что вам кто-то грубит, не спускайте это, донесите менеджменту компании, что там сидит этот мудак. Вроде все рассказал про эту блять Катерину. Привет друзья, Левченко Михаил, рубрика стакан чая. Я здесь делюсь чем-то из своей жизни, отвечаю на ваши вопросы, если они есть. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать, мне кажется мы отдельную рубрику сможем со временем вывести, называется она идея для бизнеса. Я буду рассказывать о том, как я, с чем я сталкивался в своей жизни, вот, а вы будете это брать как вдохновение и делать по-другому. В общем сегодня я хочу рассказать про дизайнерский паркет. Название компании не буду говорить, вот, хотя исходу этой ситуации достаточно хороший и очень поучительный. Итак, въебите лайк обязательно и что? И помните о том, что задавайте мне пожалуйста вопросы. Мне значительно будет проще тогда с вами взаимодействовать и рассказывать какие-то интересные вещи. Может внутри себя мне достаточно трудно их выбрать, вот, и я не живу не такой, не такой богатой жизнью, скажем так, как может показаться, чтобы прям ежедневно со мной что-то такое происходило, чем бы я хотел поделиться. Дизайнерский паркет. Я делаю ремонт, вернее его уже давно закончил. Просто решил рассказать о том, как все может быть. Значит стоит это, блять, я честно я не помню, но там суммарно около 200 тысяч гривен стоит паркет на наш метраж. Он дизайнерский, он очень красивый, все типа клево. Мы как бы делаем выбор в сторону красивого и классного, потому что мы же уже закрыли свою безопасность и мы такие ребята уже можем смотреть на квартиру, как на предмет искусства, а не средства к выживанию. И ну как вот мы делаем такие выборы, соответственно мы их делаем везде. И вот здесь вот начинается самое интересное. То есть наш вот этот классический украинский, блять, говносервис. То есть как только люди себе могут позволить какую-то эксклюзивность, они начинают просто, блять, очень странно в моем мире относиться к людям. В общем ситуация какая? Нам надо приехать в шоу-рум, его выбрать. То есть нам надо назначить встречу, назначить время, это все очень трудно, с какими-то, блин, переносами и так далее. Короче, не важно. Мы приезжаем туда, это выходной. Нам надо, задача выбрать конкретно какой паркет, то есть увидеть его глазами, потому что на картинках как бы не совсем понятно. И это такой супер крутой спуск, такой спиралеобразный, с кустами просто вот такими вот нависшими с двух сторон. И парковки нету. То есть я вижу здание, я вижу вывеску, но остановиться я, блять, не могу. А я приехал типа в премиум сегмент, короче, то есть я же не ламинат какой-то, блять, за 200 гривен покупаю. Это совершенно другие цифры. И мы звоним этой женщине, нашему менеджеру. Я буду называть имена. Катерине. Зовем Катерине. Я говорю, Катерина, а у вас тут невозможно остановиться. Хотелось бы понимать, короче, что она делает? Она говорит, ну так просто ставьте на дороге. Ну во-первых, это нелегально, то есть меня увезет эвакуатор. Во-вторых, ну я не хочу, чтобы царапаться этими кустами, то есть это стоит денег. Я не собираюсь этим заниматься. Сделайте, ну где я могу остановиться? Она, а ну ладно, я вам открою шлагбаум. Нихуя себе, вот это клево. Значит открываешь шлагбаум, мы приезжаем на пустой паркинг внутри дома. Стоит одна машина, причем наискосок на два места. Угадайте чья? Кто догадался чья, напишите мне в комментариях. Чья машина там стояла наискосок на два места. В общем заходим туда. Вроде выбрали паркет. Все, там предоплата такая-то, окей. Все, когда привозить предоплату, там потом. В общем я делегирую Алисе отвезти оплату. Алиса, это моя жинка. И получается какая ситуация? То есть она точно так же едет туда же через пару дней в это же блять сука здание. И начинается опять та же хуйня. Типа что где я могу припарковаться? И угадайте, что делает менеджер Катерина? Она записывает в Viber сука видос, где она просто вот так вот показывает пальцем и говорит можете оставить машину вот там. И показывает просто в кусты с колючками. Ну как бы машина у нас не дешевая, но это просто блять это странно. И то есть сама форма этого ответа это был ну прям вопиющий пиздец. То есть я просто еще не знал тогда. Вот она как бы опять устраивает там это. В общем они опять с горем пополам помогают ей припарковаться. Она дает им деньги. Говорит, что ребят, ну это как бы хуйня. Если вы уже метите в прямой сегмент, ну я шо вам блять на метро привезу блин 5000 долларов, ну прекратите. То есть надо организовать как-то условия людям блять чтобы они могли вам хотя бы деньги передать. Я уже молчу про то, что можно приехать их самому забрать, но это как бы уже вау высший пилотаж блять. Ну ладно, хер с ним. И то есть система какая работает? Типа он делается эксклюзивно дизайнерский блять за целый месяц, поэтому предоплата, поэтому все окей, без проблем. Мы договариваемся на время монтажа, ну определенное скажем так время. Пускай это будет 21 декабря, к примеру, да. А мы ведем разговор 21 ноября. Все, мы все договорились, мы все подписали блять, принесли всю предоплату, все домашку мы все выполнили, все. И мы как бы этот вопрос отпускаем, занимаемся дальше всеми делами. 21 число, его должны были уже привезти. Никто ничего не привез. 7 часов вечера, алё, Катерина, а где собственно паркет? Так у нас машина раз в неделю ездит, вот и вот она сегодня приехала и будет только через неделю. И на полном морозе вообще типа подождите, у нас есть договор, где написано, что он должен быть 21 числа. А я тут у вас stories посмотрел, что у вас там еще какие-то мокрые работы идут, поэтому он же вам еще не нужен. И начинается вот такой вот диалог. Причем это все с какими-то хи-хи-хи, ну такими как с насмешками типа. Вот я смотрю, листы начинают вот. Ну я как бы, я понимаю, что происходит какая-то хуйня, но я не понимал ее масштабов честно говоря. И здесь она начинается как бы так Катерина, мы подписали договор с ФОП хуй знает кто, мы продолжаем дальше диалог с ФОП знает хуй знает кто, потому что вы судя по всему, что-то как-то у вас там по-другому. Катерина ха-ха-ха смеется и говорит, я надеюсь на этом этапе наше сотрудничество закончится. И вот эту хуйню я уже слышу, потому что была громкая связь. И меня именно... короче я прям ну... блять я даже не знаю как это объяснить ребята, но это вообще полный пиздец независимо от стоимости, которая за это отдается. Но особенно если мы шагаем в премиум сегмент это просто пиздец. То есть когда такие ебаные селюхи короче, которые считают, что люди говно, получают доступ к эксклюзивным вещам, они начинают всю свою недолюбину, всю свою пиздоватость, всю свою ущербность блять спускать на клиентов. И это ебаный ужас и я считаю, что с этим надо прям решительно бороться. В общем я беру телефон, звоню вот этому собственно ФОП, который является ну якобы наверное не знаю владельцем короче всей этой конторы, рассказываю весь этот пиздец, пересылаю скриншоты общения с этой пиздой. Извините, тут нет ничего сексистого, я и мужчину пиздой могу назвать, если он ведет себя как пизда. И она говорит такая ребята, я в ахуе блять извините, 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 извините. Короче делает нам скидос около где-то 500 долларов. Делает монтаж, то есть первоначально монтаж нам было рассказано, что он должен длиться 10 дней. Три дня на упаковку, на укладку там какой-то фанеры и неделю на укладку паркета. И предупредить их надо об этом за две недели. Несмотря на то, что у нас очень плотная стройка, мы ремонт делали за 38 дней. То есть вы понимаете, предупредить за две недели, когда тут каждый час расписан, но это маловероятно. И мы говорим, ребята, давайте как-то переиграем, давайте там не две недели, давайте там пять дней, неделю, ну хоть что-то. Нет, нихуя. Ну то есть Катерина утверждала, что это блять невозможно. Менеджер компании, с которой мы ведем диалог, организовывает нам монтаж за один день блять. Приходят шесть человек и просто запиздовали его тупо за один день, не предупреждая за две недели, в удобный для нас день. Тот паркет, который эта Катерина неправильно посчитала, там еще у нас было оказывается дополнительных 7 метров, его сделали нам не за месяц, а за один день. Выяснилось, что эта маршрутка, которая у них ездит с этим паркетом, не раз в неделю ездит, а ездит раз в три, три раза в неделю. Выяснилось, что оказывается, этот менеджер сказал, ребята, я очень, я приношу свои извинения, но паркет не готов, то есть и мы берем на себя ответственность, поэтому мы не можем вам его сейчас передать, потому что он не готов, он еще сырой, он должен типа там отлежаться какое-то время. Она говорит правду, я правду принимаю, я вижу, что меня слушают, я вижу, что мне идут на встречу, я вижу, что меня приняли вместе своими возмущениями. Монтаж происходит за один день, все прекрасно, приходят клевые люди, прикольные, все делают, все шустро, быстро, короче прекрасно и так далее и тому подобное. И вот казалось бы, вот если бы изначально эта монда могла в принципе чуть-чуть более прогнуться, я даже не, просто быть на моей стороне, быть на стороне того, кто платит. Тем более мы озвучили, что у нас еще второй этаж, у нас там еще дом, мы там все это будем тоже делать у вас, если типа мы с вами, ну если все будет хорошо. И по итогу вместо недели, вернее 10 дней, мы все делаем за один день. Причем что дешевле, при том что часть еще там нам компенсировали доставки, еще что в этом роде. То есть если бы был нормальный менеджер, который изначально на моей стороне, который бы топил за меня, а не за свою блять ущербность, я даже не представляю вообще, что руководит этим человеком, который может себе позволить такой диалог с клиентом. Я честно вообще не понимаю, как это возможно. Я очень надеюсь, что этот фокус, с которым мы вели разговор, уволят нахуй и прогонят блять под затыльниками, потому что это пиздец. Вот. Но вывод какой? К фирме в целом у меня осталось хорошее впечатление. То есть я просто понимаю, что там оказался этот гондон. Человек, который блять все пересрал, который портит имидж компании и так далее и тому подобное. Но у меня как бы вот есть персональная претензия конкретно к этой тетке. Вот. Но к той, которая все разрубила, взяла на себя, сделала скидки и так далее, у меня прекрасное отношение. Вот. Соответственно в следующий раз, когда я приеду, если я там увижу опять эту Катерину, то у меня уже будет большой вопрос по поводу этой конторы, собственно говоря, ее выбора сотрудников. Вот. Возможно какой-то родственник, я не знаю. Мне вообще похуй. Но она уже знает о том, что даже ее родственник может себе позволить такое дерьмо. И конкретно в выходке этой, пускай даже родственника или самого близкого кента блять или я не знаю кого, конкретно из ее кармана стоили порядка 700 евро, которые могли бы быть у нее, но она их отдала вместо этого. Вот. Опять-таки, ребята, вся ответственность на себя. Я к чему? Я хочу, чтобы мы все это делали, чтобы мы все это делали ежедневно. Если вы видите, что вам кто-то грубит, не спускайте это. Донесите менеджменту компании, что там сидит этот мудак. Потому что человек, который может себе позволить так разговаривать с людьми, он не должен с ними встречаться. Он должен работать там, где людей нету. Его надо посадить туда, где он сможет применить свои качества. Например, охранной собакой блять или я не знаю кем. Вот. Или ну, не знаю. В общем, я думаю, что эту всю сексуальную энергию нереализованную можно найти куда направить в более созидательное русло. Так вот, идея для бизнеса заключается в том, что ребята, любите людей, улыбайтесь людям блять, топите за них. Понимайте, что у него в руках ваша зарплата. Или создавайте такие бизнесы. Вот вам, пожалуйста, как минимум, вы можете шагнуть в дизайнерский паркет, зарабатывать вот такие сука деньги. И у вас уже есть конкурентное преимущество, как минимум, потому что, а, к вам можно доехать, у вас есть парковка. А еще лучше, если вы сами приедете, заберете деньги. Потому что люди, которые платят какой-то оверпрайз, они свое время уже ценят. То есть у меня есть определенный доход. Я могу его поделить на количество потраченного времени, то есть дней и количество потраченных часов. Получить стоимость своего часа. И когда мне несколько часов надо потратить, чтобы выполнить работу курьера, просто отвести блять деньги, ну я не вызову главу отвести 5000 баксов, понимаете? Вот. Это уже как бы дерьмо. Вот, соответственно, если вы организуете так, что вам будет просто передать эти деньги или, по крайней мере, у вас можно будет остановиться в полноценном каком-то шоуруме без пробок, без еще чего-то. Это уже конкурентное преимущество. Два. Если вы посадите туда нормального человека, а не блять собаку, которая не умеет разговаривать в принципе с человеком, которая на вопрос, где у вас тут остановиться, блять, как дебил снимает с пальцем видосик, при том, что сама свою машину ставит, сука, на парковке. То есть вдумайтесь. Она крадет деньги у компании. Крадет, потому что это уже влияет на мой эмоциональный опыт. Честно вам скажу, если бы она там не открыла тот шлагбаум, я бы уехал просто, потому что для меня это уже свинское отношение со старта. Это неправильно, так не должно быть. Значит, смотрите, что у нас получается. Паркинг, коммуникация. Ну там, ладно, документы, все это такое, там тоже все можно упростить чуть-чуть. И что еще? Ну и конфликтная ситуация, то есть ее надо сразу гасить. Если я прошу вот так, если я прошу блять не за две недели, а за день, если ты знаешь о том, что это возможно, если ты знаешь о том, что есть какой-то субподряд. Кстати, забыл еще один момент. Она, когда говорили, что нам надо пораньше, то есть мы вынуждены отказаться от ваших услуг, потому что за две недели нас не устраивает. И знаете, что она говорит в этом моменте? Говорит, ну в принципе вы можете позвонить нашим клиентам в очереди. Если они откажутся и вам уступят, то в принципе проблем никаких не будет. Но я такого не встречал, аха-ха-ха со смайликами. Да, вот такая вот хуйня, ребята. И они могут себе это позволить. Знаете почему? Потому что рынок свободный, потому что нет альтернативы. Создайте альтернативу, я прошу вас, создайте контору с классным дизайнерским паркетом и френдли сервисом и я ваш. Я ваш, серьезно, вот уже через полгода я вам приведу как минимум один большой чек свой собственный, а может быть и два. Вроде все рассказал про эту, блядь, Катерину. Привет ей, я уверен, что она меня смотрит. Если ты, блядь, смотришь мои сторис, то вот тебе все, что я сдержал и не сказал тебе по телефону. А все почему? Уже не такой гондон, как ты, блядь, и я не могу себе позволить с клиентом вот так вот разговаривать вообще в принципе с людьми. Вот так уж я тут в студии и тут я со своей доверенной лояльной аудитории, я рассказываю истинные эмоции, которые чувствует каждый человек, блядь, общаясь такой мандой, как ты. Вот и пожалуйста смени работу, займись чем-то другим, блядь, вот оставь это место какому-то прекрасному человеку, который возможно даже сейчас смотрит этот ролик и возможно на твои проценты и комиссии сделал бы это значительно лучше и пиздача. Вот. С надеждой на лучшее, друзья. Да, поделился с вами немножко, вот я бы хотел попросить вас, чтобы вы описали некие подобные сервисы, о том как вы с ним боролись и насколько у вас есть практика все-таки как бы доносить до менеджмента компании о том, что вот такое происходит. Потому что мне кажется это критически важно, потому что для них это шанс на исцеление. Вот когда человек просто обижается как ребенок капит обиду типа и делает вид, что все хорошо, это ну не совсем корректно, не совсем хорошо как минимум по отношению к себе. Вот поэтому это нормально бороться за себя, за свои границы, объяснять со мной так нельзя и транслировать собственно говоря свое видение. Вот и доносить его до менеджмента компании. Вот это кстати в их же интересах тоже, если они будут знать, что их клиенты проходят через такой пиздец, может они об этом просто никогда не задумывались. Вот они смогут стать лучше и соответственно повысить свои продажи. С надеждой на охуенные продажи, друзья, создавайте бизнесы. Это рубрика стакан чая. Я благодарю вас за ваши лайки и поделиться. До скорых встреч. А подождите, стоп. Я не рассказал вам про патреон, про патреон. Есть великая такая программуля, вернее платформа патреон и вот нас уже там 38 человек. Я планирую оффлайн события, планирую еще много чего. Там есть проект, там есть пакет и вы можете поддержать канал. То есть людей, которые поддерживают свободный контент, которые поддерживают творческую свободу, которые поддерживают искренность и реальную жизнь, а не глянцевую вот эту всю залупу, которую вам рассказывают по телевизору все эти, сука, мечтатели и те, которые прочитали три книги и ходят их пиздят по всем каналам. Вот здесь реальная жизнь, реальные истории, реальные какие-то достижения, реальные люди, которые приходят на подкаст, которые помогают реально этот мир делать лучше. Поэтому поддерживайте творчество, подписывайтесь на патреон и все. До скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok